Нет. Хорошая музыка, вечер, бокал красного вина. Или белого. Белого с рыбкой. Или домашнего грузинского. Ну, включите еще раз музыку, так приятно было. Друзья, привет! Сегодня мы для вас подготовили приятность. Вы очень давно о ней просили, мы все не находили время, рассказать вам про все фужеры, которые есть в Икее. На самом деле, очень большой выбор, адекватный ценник, в хорошее соотношение цены и качества. Можно подобрать на любой вкус кошелек, чем пользуются очень многие кафе и рестораны. Снимаем мы в Нижнем Новгороде. Нас зовут YouTube-канал про Икеа. Опять вечер, бокал вино. Музыка-то короткая. За операторским пультом муж, который меня все время сбивает, а я быстро из этого вороливаю. Меня зовут Тросяна Татьяна. Почему мы вам можем про это все рассказывать? Да все легко и просто. Мы служба достатки Икеа в городе Саранск. Наш офис находится на большевистской 85, одноименное название про Икеа. И мы уже почти 11 лет на дворе 2021 год возим товары Икеа и знаем про них без преувеличения гораздо больше, чем многие сотрудники любого из магазинов. А если вы из другого региона, мы также можем вам привезти, если нет того определенного товара, которого нет в вашем регионе, а мы можем привезти. Поэтому обращайтесь и не забывайте, что для наших клиентов, если вы являетесь нашими действующими клиентами, все наши консультации бесплатно. Камера не смогла записать у нас наш последний диалог, так что продолжим. В регионы мы отправляем по четвергам. Из Саранска в другие города. Будущие наши клиенты, запаситесь небольшим терпением, мы всем отправим. Так, поехали. Значит, работаем тогда в следующем формате. Показываю бокал, этикеточку, и рассказываю немного про него. Фрамтреда. 300 мл. Вот кто не знает, СЛ умножаете на 10, у вас получится стандартный российский мл. 129 рублей. Кстати, Нижний Новгород, умнички. Стали внизу объемчик писать, для тех, кто не хочет пересчитывать. Бокал для вина, то есть он универсальный, у него нет разделения. Стекло, высота 17 см, объем 30 СЛ. Вот она, сама чашечка. У нас спичечную коробка нет? К сожалению. Надо было бы. Смотри, какая ножка интересная. Выступ, да? Капелькой. И вот здесь еще дополнительная платформочка. Видно это? Да. Стекло, наверное, тяжеловато сейчас снимать, да? Нет, все видно, все хорошо. Отлично. Гольфы, оттеночки, все видно. Так, смотри, такой момент. Очень хочу отметить, ребят, очень многие фужеры продаются без коробок. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Либо это, если вы покупаете сами, заказываете дополнительную упаковку, у Икеи, покупаете эти упаковочные коробки, но на многую посуду упаковка просто даже не предоставляется. Дальше, смотри, пылью поросли. А фрам треда, только уже с рисунком. Все то же самое, только здесь уже лист папоротника наполнится. Рисунок наклейка или гравировка? Гравировка, краска, но не наклейка. То есть как будто краска. Гравировка, краска? Ну, как будто краска нанесена. Я не знаю, как гравирует стакану. Ну, стекле сверлит. Нет, оно как покрашено. А дальше бокал для вина. Кунунгслик. 400 миллилитров. Вот когда видите вот такой значок, это хендмейт. Имейте в виду, что бокалы одинаковые быть не могут. То есть вы идеальных бокалов одинаковых не подберете. Они всегда будут разные. Сделаны в Китае. Объем 400 миллилитров. Цена 300 рублей за один фужер. Смотри, видно вот эти грани? Да. Грани перекликаются, как будто визуально ромбы. Дальше. Ножка. Раз. Выступ. Красивая прозрачная ножка. Здесь вот сколик. То есть такие моменты тоже обращайте внимание. Это быть не должно. И имейте в виду, если вы фужер взяли, довезли до дома, увидели брак, какие вам его уже не обменяют. Особенно, если он был без коробки. Вот если это было в коробке, коробка запечатана, и там, да, видно осколочки, то еще можно попадаться. А если штучно, нет, даже не пытайтесь. Бокал для белого вина и бокал просто для вина. А, нет, это набором. Дюк Пик. 420 миллилитров стоит. Он 300 рублей. Смотри, какое интересное дно. Широкое. Хрустальное стекло. Обладает ярким блеском. Хрустал. Да, не стекло. Вот это перед этим было все стеклянное. Классический, на очень тонкой ножке. И очень любят дизайнеры и декораторы данных фужерочек. 300 рублей, повторюсь. Дальше едем. Store Sink. 490 миллилитров. Цена за 6 штучек. То есть 1000 рублей за 6 штук. Вот такой красивый. Мать. Хрустальное стекло. Я чего не посидел с тобой? Есть. Тоже хрустальное стекло. И, кстати, смотри, что так. 90 и 420. А по высоте разные, да? Ну, вот это более же пузатый. Ну, да. Мужка очень тонкая, изящная. К сравнению вот. Кто хочет покупать в будущем. Вот смотрите, в чем может быть разница в этих бокалах. Так, это, значит, у нас тоже дюг-пик для красного вина. Стоит тоже он 299 рублей. И объем у него уже 580 миллилитров. Продается штучно. Вот о чем я говорила. Вот такие коробочки иногда Икея предоставляет. То есть, когда даже штучно продается, можно цап-царап сделать. Возвращаю его на место. Все то же самое. Прозрачное стекло. Разница вот она. Это белое вино, это красное вино. Дальше едем? Ну, давай. Сторсинт, прозрачные бокалы для красного вина. 6 штук, цена 1200. Тоже хрустальное стекло. Объем у нас аж 670. Бутылка почти сразу целиком. Ну, что-то они пыльные все. Да, вот вопрос. Ну, вот так. Давай достанем. Такой вот красивый пузанчик. 1206 штук. Хрустальное стекло. Отсюда цианик вышел. А дальше... Да, да, да. Дальше сторсинт. 680 миллилитров, 1200. Для красного вина тоже в коробочках продается штучно. Ой, штучно. Набором. А штучно не купить. 680 миллилитров. Такой кубок. Достать из коробки, чтобы пыль еще не показывать. Да, они, потому что пыльные, очень как-то товарный вид теряют. Ну, еще как бы немножечко минус. Неаккуратно оформлена выставка у фужеров. Такое ощущение, что как бы давно не прибирали. Так, вот это экземпляр у нас. Пока историю молчат, ничего не могу сказать. Этикетки нет. Подозрение, что это свалька, но могу ошибаться. Так. Это кто? Это для белого вина Duke Peak 420. Один в один. Продолжаем обзор. Продолжаем разговор. Бокал для вина 490 миллилитров. Storsin 490 миллилитров, уже сказала. Прозрачное хрустальное стекло. Ну, гораздо эстетичнее, чем вот эту пыль ищу, да? Ну, мы как бы какие-нибудь кубики, что ли, погрузили. Тоже в коробочке. Кстати, лайфхак, когда покупаете. Обязательно коробку вскрывайте, все проверяйте. Бывает так, что пойдемте нырнем. Бывает, ножки отрывают. Да, бывает, ножки отрывают. Я не поэт, но я скажу стихами. Так, дальше. Сельсхаплик. Прозрачное стекло с рисунком. Четыре штуки за 800 рублей. Очень красивый, изящный, как будто кубки. Тоже в коробочке. Очень тонкая ножка и периодический брак. Пойдем? Бокал для десертного вина. Вот теперь я знаю, из чего нужно пить рислик из Фоногольда. Да, ледяное вино для десертного вина. 150 миллилитров, всего 149 рублей. Очень красивый, изящный, из хрустального стекла. Фужерчик. Прям тюльпан. Вот, тюльпанная чаша. Так, а дальше. Нет, этикеточки. А, вот они тоже. Бокал для мартини, сторсинт. Из прозрачного стекла. Объем 240 миллилитров. Ты работал в бытность барнером? Барнером? Барнером, да. Барнером, да. Работал, что барманом недолго. Два месяца. Не помнишь, почему для мартини именно такой формы? Нет, это мне еще не научили за это время. Быстрее ты ушел. В общем, ребят, кто на самом деле профессионально занимается алкоголем, пишите в комментариях. Очень ценно получить от вас информацию, почему именно такие бокалы, такой формы. Так, серия свальк. Они всегда идут в коробочках. Кстати, изменили коробочку, сделали более удобной. Закрывашечка. Раньше была коробочка с дырочкой. Вот про это я говорю, что наш опыт, он передается уже годами. 329 рублей, 210 миллилитров. Классический фужер для шампанского. Очень часто берут на свадьбу, когда разгрохнуть надо. Когда не жалко. Вот это все в коробочке. Коробочка сейчас очень плотно упакована. Бокальчики друг к другу. И есть еще вкладышек, чтобы бокалы не повреждались между собой. Поэтому прежде чем купить все, пожалуйста, осматривайте, чтобы не было никаких дефектов. Расколотить вы сами успеете, когда уже купите. Дальше Сторсинт для шампанского 6 штучек. 22 миллилитра. 22 СЛ, 220 миллилитров. Дим, хоть режь и не могу пыльные бокалы показывать. Кстати, смотри, свалька. Вот это старая упаковка. А давайте к стране посмотрим. Россия. Тоже Россия. Значит, просто поменяли упаковку. Ну и хорошо. Так, вот она, свалька. Ой, свалька. Сторсинт. 220 миллилитров. Прозрачное стекло. 999 рублей. Вообще, Сторсинт, он весь идет в хрустальном стекле. Разница есть в звуке? Угу. Ну да. Такой нежный, глухой. А ты говоришь, зачем ногти нужны? Так, дальше. Кунунг Слив. Розовые фужеры для шампанского. 260 миллилитров. 600 рублей. Набор из двух штучек. Ну, это вот у нас в Саранске, по крайней мере, очень мода такая у оформителей. Это берут для молодоженов. Либо там каких-то юбиляров, когда в такой гамме украшено. Либо розовый, либо фиолетовый. Когда есть цвета соседей. Так, дальше. Бокал для шампанского. Стархед. 30 SL 300 миллилитров. Стекло. Вот такой формы. Еще очень часто эти фужерки берут, как маленькие креманочки для десерта. Универсально. Так. Дальше пойдем? Еще не все. А тебе один. Тоже хорошо себе зарекомендовавший бокал. У нас они тоже есть дома. Хедерлик. 590 миллилитров для красного вина. Цена всего лишь 99 рублей. То есть набор за 600 рублей 6 штук вытянет. И причем они продаются штучно. Удобно, если вы расколошматили, можно поменять. И коробочки к ним идут отдельно. Так, там тоже для красного был. Угу. Так, пойдем в следующий хедерлик. Что теперь все что для красного? Муж, стой на месте. Да, хедерлики все для красного. Раньше было и для белого хедерлика, и для шампанского хедерлика. Ну, куда-то с коммунистерем. Ретро-бокалы. Бокал 49 рублей. О чем я говорила уже, что дешевле, что просто бюджетнее не найти. Есть такие линейки. Ретро-серия. Ну, очень у нас любят кафешки и рестораны эти бокальчики. Ну, не жалко, их же колотят. А за 50 рублей можно. Объемчик у нас 200 миллилитров у этого бокальчика. Так, дальше вот такие багалы Вардаген. 549 рублей подорожали, были чуть дешевле. Тоже берут как мисочки, как креманочки. Объем 280 миллилитров. Тихо. Они просто бокалы, господи. У них нет подразделений на тип. Диме поплохело, он поселенел. Каждый этот звук такой у меня прям как это. Так, бокал. Аж мурашки по коже. 57. И меня пугаешь. Бокал 350 миллилитров. Ред Викин 149 рублей. Самый тяжелый. Его даже видно, он самый толстый. У него другой звук. Более глухой. Ну, как бы звонкость присутствует. Он такой прям тяжелый, массивный. Это если вот мужикам, чтобы они не раздавили. Так, это они же. Слушай, ну все, наверное. Вот еще вот. Это уже по-моему. А, да, тоже бокал для вина. Икея 365. Вот это вообще. Их даже бокалом не воспринимаю. Они для меня вот креманочки. Мисочки для чего-то. 99 рублей за штучку. 300 миллилитров. Это уже коньячные. Может, заодно тогда уж рюмки покажем. И коньячные. А то их ни к одному обзору не прилепишь. Нет? Не будем? Не хочет. Дима говорит, что мы их покажем, когда будем снимать обзор просто по стаканам. Потому что они к стаканам относятся. Поэтому, друзья, в принципе, все. Обзор небольшой, но, я думаю, очень полезный для тех, кто из других регионов. И заказывает дистанционно. Нет возможности потрогать, пощупать, оценить плотность рисунок, грани и так далее. Потому что порой какую-то мелочь, которую выбираешь через интернет, она приходит, и потом оказывается грусть и печаль. Поэтому используйте наше видео. Мы не против, когда вы делаете репосты в соцсетях. Друзья, кто занимается до... Это даже очень хорошо. Кто занимается доставкой Ikea, как и мы, пожалуйста, используйте материал. Мы не являемся друг для друга конкурентами. У каждого свой клиент. Поэтому берите, используйте, разносите. Пусть люди узнают пользу. Вообще, как я люблю говорить, делиться надо. И не забываем стандартные манипуляции для YouTube. Лайк, подписка, колокольчик и несколько слов в вашем комментарии. А дизлайк можно? Можно дизлайк. Если мы вас бесим, дизлайки ставьте. Мы их поправить не можем. А YouTube пофигу на это. А YouTube пофигу. Все, друзья, пока. Мы помчали дальше снимать для вас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok